Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за возможность выступить со столь интересным докладом. Мы, конечно, хотим отметить большие достижения в плане лечения немелкоклеточного рака лёгкого не только в плане иммунотерапии, но на сегодня и в плане таргетной терапии малыми молекулами. Но прежде всего хотелось бы немножко внести небольшую ясность. Малые молекулы – это органические соединения, которые влияют на различные биологические процессы с молекулярной массой менее 500-900 дольтон. И это не только ингибиторы тирозинкиназы, которые у нас на слуху, это ингибиторы протеосомы, апоптоза, ингибиторы пар, регуляторы клеточного цикла метаболизма и так далее. И самое интересное, что использование малых молекул не является эквивалентом таргетной терапии, поскольку кроме ингибиторов киназ, не все малые молекулы относят к таргетной терапии. Так, например, есть отдельные цитостатики, имеющие малую массу, моноклональные антитела и так далее. Нужно сказать, что здесь представлен карта кинома человека, что наши геномы кодируют до 530 киназ. Но все киназы в основе своего механизма действия имеют одну особенность. Они борются за энергию, и они конкурируют с патологическим белком за связывание сайта с АТФ. И вот поскольку они должны выиграть эту конкуренцию, они отсюда называются конкурирующими, то они, соответственно, блокируют передачу сигнала, далее изменяется состояние клеток, что приводит к изменению дифференцировки и смерти. Есть, конечно, еще и другой механизм, такой как колостерическое ингибирование активности киназа вне кармана АТФ. Но здесь в нашей ситуации это играет меньшую роль. Еще один момент. Есть селективные ингибиторы, есть мультикиназные. Мультикиназные селективные, примером которых является, например, лоратениб, они менее токсичные. Мультикиназные, наоборот, более токсичные. Они воздействуют на несколько мишеней. Например, мы знаем, что кризотениб, он работает на МЕК, на РОС, на ЛК, мутации. Соответственно, токсичность его тоже нам известна. И на сегодня одобрено 38 ингибиторов киназ. Не только ингибиторы тирозинкиназ, но это ингибиторы серинтрианинкиназ, ингибиторы липидкиназ и так далее. Что же движет в нашей фармакологии? Прежде всего, две проблемы, которые мы хотим решить. Первое – это высокая селективность ингибиторов одной из киназ. И в этой ситуации, например, трудности с проникновением препаратов при метасазах головной мозг. И в этой ситуации, конечно, предпринимаются все усилия в плане разработки молекул таким образом, чтобы они могли это сделать. Вторая проблема – это резистентность, которая связана с приобретением новых мутаций, передачей сигнала, которые здесь представлены. И в этом плане также это движет прогрессом в фармакологическом аспекте. Сегодня мы знаем, что немелкоклеточный рак лёгкого мы не можем рассматривать как одно заболевание. Поскольку если раньше мы выбирали тактику лечения и основывались на подтипах немелкоклеточного рака лёгкого на гистологии, то сегодня мы знаем, что не только аденокарцинома имеет большой спектр драйверных мутаций, но даже и плоскоклеточный рак лёгкого он также изучен в этом плане. Может быть, в меньшей степени, но тем не менее они также известны. На сегодня также мы не можем не оттолкнуться от нашего исторического прошлого. И представили здесь слайд, который показывает выживаемость больных, которые ранее пролечились препаратами платин. Мы видим, что к 2 годам практически эта выживаемость сводится к нулю. А что же мы имеем на сегодня? На сегодня эти достижения, которые мы имеем в лечении немелкоклеточного рака лёгкого за последние 20 лет, как мы видим, они очень тесно связаны с развитием и изучением драйверных мутаций, препаратов, которые влияют на это лечение, но также и с умонотерапией, которую сегодня мы будем обсуждать, наверное, на других секциях. Почему это так важно? Прежде всего, важно это потому, что больные в зависимости от наличия генных альтераций имеют различную общую выживаемость. Больные с генными альтерациями имеют более высокие показатели. И происходит это благодаря тому, о чём демонстрирует нам второе изображение на этом слайде, благодаря возможности использования таргетной терапии у больных с мутациями. Здесь видно, что больные, которые не получают этого лечения, имеют такую же выживаемость, как и больные, которые вообще не имеют мутации. И третье изображение на этом слайде демонстрирует нам выживаемость больных с питью наиболее часто встречающимися онкогенными мутациям, которым проводится химиотерапия. Если мы же говорим о больном как отдельном человеке, мы говорим лечить не болезнь, а больного, то мы также не можем не вспомнить ту непосредственную выраженную общую эффективность у многих больных, которых мы получаем при наличии таргетной терапии. Мы видим, насколько ярко может быть выражена картина полного регресса опухоли. И мы также можем вспомнить о том, что этот эффект может наступать достаточно быстро. В течение даже двух недель мы знаем, что этот эффект называется эффектом лазера. И, наконец, сегодня тот большой спектр мутаций, конечно, нам позволяет говорить о новой парадигме лечения немелкоклеточного рака легкого, потому что именно таргетная терапия на сегодня играет одну из важнейших в достижении высоких показателей выживаемости больных немелкоклеточным раком легкого. Если мы сделаем краткий экскурс в некоторые драйверные мутации, то прежде всего, конечно, по частоте стоит и GFR-мутация. Она наиболее часто встречается. Это больные, которые никогда не курили с аденокарциномой, чаще у женщин встречается, у азиатов. Располагается она преимущественно в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м экзонах. И у подавляющего большинства это точечные мутации в 21-м экзоне или в 19-м. Также есть определенные мутации, которые связаны с резистентностью T790M и редкие мутации в экзоне 20. Если мы посмотрим на те кривые, которые позволяют нам сравнить эффективность таргетных препаратов с химиотерапией, то мы видим, насколько этот подход отличается своей высокой эффективностью. Но мы также на этом слайде можем отметить в сравнении, насколько ингибиторы и GFR-терозенкинас в первом поколении уступают на сегодня тем более новым препаратам, которые мы имеем к сегодняшнему дню третьего поколения. В частности, если ингибиторы таразенкинас гифетиниб, рлатиниб нам давали медиану вживаемости без прогрессирования в 9-10 месяцев, то второе поколение фатиниб несколько увеличило эти цифры. Но совершенно кардинально мы видим изменения при лечении асимиртинибом, который практически удвоил эти показатели. И это было показано в исследовании FLOWER, которое нам всем достаточно хорошо известно. Это исследование также интересно тем, что здесь была показана не только возможность увеличения выживаемости без прогрессирования, но также и увеличение показателей общей выживаемости. Это одно из немногих исследований, но фактически я бы сказала, что оно классическое исследование для ингибиторов таразенкинас, которое показывает нам возможность влияния на этот показатель при лечении ингибиторами таразенкинас. Однако спустя какое-то время, мы знаем, в целом это примерно 9-10-11 месяцев, происходит прогрессия заболевания, которая связана с развитием резистентности. И ключевым моментом в этом плане является появление мутации T790M, также появление других мутаций, МЕД, БИРАФ, других. Возможность трансформации в мелкоклеточный рак легкого. Все это требует, конечно, определенных новых подходов к лечению. И вот осимиртиниб, препарат третьего поколения, он был на самом деле именно разработан с той целью, чтобы воздействовать на эту мутацию резистентности T790M. Еще интересно это исследование тем, что это послужило толчком для того, чтобы мы подошли к вопросу ребиопсии опухоли, повторной биопсии опухоли, или использовали жидкостную биопсию с определением мутаций в плазме крови. И было показано, что препарат работает независимо от того, каким способом и откуда забран материал. А что делать после осимиртиниба? Это те проблемы, которые на сегодня являются для нас актуальными, потому что мы знаем, что в 60% случаев происходит утрата мутаций T790M, появление других мутаций. Но также и известны случаи, когда эти мутации сохраняются в достаточно большом количестве случаев. И что делать с этими больными? Мы получим ответы на эти вопросы, я думаю, в будущем. АЛК-ингибиторы мутации встречаются у 5% пациентов. И нужно сказать, что это взаимоисключающая мутация с ИГФР. Нужно сказать, что направление ингибиторов тирозинкинас, блокирующих АЛК, происходило достаточно быстро. На сегодня в нашем спектре имеется как минимум 5 препаратов различных поколений, которые помогают нам бороться с этим видом мутации. И вот здесь мы видим модели вариантных контактных сайтов, которые связываются с АТФ-карманом, домино-ЛК кинозного дикого типа. И мы видим, что каждое следующее поколение ингибиторов АЛК имеют более высокую связывающую способность по сравнению с первым поколением кризотенипом. И они также приобретают свойства проникать в центральную нервную систему. Классический слайд исследования Profile 1001, в котором показано, что кризотенип дает непосредственный общий эффект у 61% больных при лечении алкопозитивного немелкоклеточного рака легкого. Но дальше мы видим, что в сравнении с химиотерапией, конечно, он выигрывает. Также выигрывает препарат второго поколения циротенип, который позволяет улучшить медиану выживаемости без прогрессирования. Но два других исследования нам демонстрируют уже сравнение аликотениба, ингибитора второго поколения, непосредственно с ингибитором тирозинкина с первого поколения, с кризотенибом. И мы также видим, что здесь уже происходит в разы увеличение медианы без прогрессирования. Совершенно интересным, на мой взгляд, является слайд по обновленным данным общей выживаемости, который обсуждался в том числе и на последнем конгрессе АСКО, который нам также классическим образом демонстрирует возможность ингибитора в тирозинкина увеличить данные по показателям общей выживаемости. Это одно из немногих исследований. Об одном я уже говорила, это исследование Флаура. Это второе исследование, которое нам демонстрирует эту возможность. Еще один препарат, ингибитор тирозинкина второго поколения, абригантиниб, также имеет свои преимущества в плане выживаемости без прогрессирования над ингибиторами тирозинкина с первого поколения, кризотенибом, с выигрышем в подгруппах, но также имеет свои особенности, конечно, в плане токсичности, поскольку такие осложнения, как пульмонит, требуют зачастую пересмотра дозы достаточно на ранних этапах лечения. Но и здесь проблема резистентности стоит достаточно остро. Вот интересная таблица, которая, может быть, нам напоминает таблицу антибиотикорезистентности, которая демонстрирует, прежде всего, нам то, что не все появляющиеся мутации, связанные с резидентностью, чувствительны одинаково к различным препаратам. Прежде всего, они резистентны к кризотенибу, к ингибитору тирозинкина с первого поколения, но могут приобретать резистентность и к отдельным препаратам. И еще один важный момент в этом плане, о котором хочется сказать, что в 25% случаях в механизмах резистентности играет роль мутация G1202R, которая является одной из ключевой в этой ситуации, и чувствительна к хлорлотенибу, препарату, который имеет большой потенциал в плане эффективности и превосходства ингибиторов АЛК первого-второго поколения. И вот данное изображение нам помогает понять концепцию сегодняшнего лечения больных немелкоклеточным раком легкого с переходом и грамотным выбором препаратов в зависимости от наличия той или другой драйверной мутации, мутации резистентности, которая позволяет увеличить выживаемость пациента в несколько лет. Сегодня мы можем уже говорить о том, что у нас есть возможность перевести наших больных с диагнозом немелкоклеточный рак легкого в хроническое заболевание. Остановимся коротко на других биомаркюрах. Это ингибиторы, перестройка в РОС, гене, которые встречаются у 1-2% случая. Кризотениб тут был также стандартом терапии немелкоклеточного рака легкого. Ларлотениб на сегодня является одним из высокоэффективных препаратов, который проникает и в головной мозг, и который ингибирует АЛК и РОС. Но и в мае этого года был одобрен препарат энтриктиниб, который также можно использовать по этому показанию. Здесь показано, что энтриктиниб работает у больных как с метастазами в головной мозг, так и без метастазов. И также эффективность свою имеет ларлотениб, который позволяет не просто достигнуть эффективного лечения у больных с метастазами в головной мозг, но и вызвать достаточно длительные эффекты. Направление по исследованию в этом плане продолжается. Рассматриваются и комбинации препаратов, и лечение мультикиназными ингибиторами. Но это все дело будущего. Другая мутация, БИРАФВ-600Е, также встречается достаточно редко, 1-2% случаев. Но главным в этой ситуации является не просто использование ингибиторов БИРАФ, а их комбинация с мек-ингибиторами. И этот подход позволяет в большинстве случаев достигнуть и непосредственного эффекта, и хороших показателей беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. В сравнении с другими опциями БИРАФ ингибиторов мы видим, что именно такой подход является максимально эффективным. Слияние генов нейтрофической рецепторной тирозинкиназы отмечается при различных типах опухолев, на том числе и при раке легкого от 0,3% до 1% случаев. И здесь эффективными являются энтриктинип и ларотриктинип. Мы видим, что больные немелкоклеточным раком легкого при лечении достигают эффективности 70-75% случаев. И также эти препараты эффективны при лечении метастазов в головной мозг. Исследования, которые дальше идут, в основном первая и вторая фаза. Я думаю, что со временем мы и здесь получим определенные успехи. Рет-рецептор в норме принимает участие при развитии нервной мочеполовой системы. При неплоскоклеточном, немелкоклеточном раке легкого 1-2% больных, раки щитовидной железы достаточно часто. В диагностике играет большую роль НГС. И нужно помнить также, что у нас на сегодня также зарегистрировано в мае этого года препарат салперкотениб, который помогает нашим пациентам. Здесь представлено два исследования, которые показывают салперкотениб и пралсетениб, препараты, которые ингибируют ред-мутации и, соответственно, помогают достигнуть и длительного эффекта, и в высоком проценте, более 80% больных отвечают непосредственно на терапию с достаточно умеренными побочными эффектами. И препараты, эффективные в плане интракраниальных метастазов. Большинство исследований также первой и второй фазы. Я думаю, что со временем мы узнаем новые опции в лечении этих опухолей и подойдем ближе к персонализированному лечению. Еще один очень интересный рецептор – это метрецептор тирозинкиназы, который имеет нарушение считывания в 14-м экзоде при немелкоклеточном раке легкого. Также может быть амплификация в этом гене. И здесь нужно сказать, что это встречается чуть чаще – 3-4% амплификация у 6% пациентов. И здесь нужно сказать, что также нам в диагностике помогает НГС. Мы знаем, что препарат кризотениб, когда изучался, одно из направлений исследований с когорт, было связано с набором больных с мутациями МЕД. Было показано, что этот препарат можно использовать с эффективностью 32% у больных. И на сегодня, в сравнении с другими препаратами, он по-прежнему остается одной из эффективных опций лечения. Но наука не стоит на месте. И в этом году мы также имеем данные по двум исследованиям, которые представляют нам высокоселективные медингибиторы – компотениб, типотениб, которые, наверное, скоро также придут в практику. И их эффективность, независимо от линии использования, также была продемонстрирована на одном из последних конгрессов ЭСМА. Эта мутация также интересна тем, что здесь была показана эффективность и комбинации препаратов. В частности, я остановлюсь о комбинации тинватениб и эрлатиниб, которая была показана, что у пациентов, которые имеют МЕД-мутации, получается достигнуть не только улучшения показателей общей выживаемости, но и показателей выживаемости без прогрессирования. Я думаю, что это сигнал именно к тому, чтобы говорить о высокой эффективности этой опции в лечении больных с МЕД-мутациями. Проблема метастазов в головной мозг. 30-60% больных с аденокарциномой и GFR-положительных имеют метастазы. И это одна из основных причин неудач терапии. Ингибиторы тирозинки нас первого поколения в меньшей степени обладают эффектом. Мы имеем более расширенные данные по ингибиторам тирозинки нас и второго поколения. Они здесь представлены, эти данные. Исследования Люксланг-7, афотениб против гифитиниба, выживаемость без прогрессирования. Более высокие показатели имеются при ингибиторах АЛК второго поколения. В частности, исследования АЛИКС и ДжАЛИКС помогают нам увидеть, что медиана выживаемости без прогрессирования может достигать высоких цифр. В исследованиях она была не достигнута. И очень интересным вариантом диагностики, который был представлен на одном из европейских конгрессов по раку легкого, это жидкостная биопсия церебро-стинкальной жидкости на внеклеточную ДНК, которая позволяет определять не только мутации GFR у третьих больных, но также и мутации резистентности Т790М. Препарата Симертениб, ингибитор и GFR третьего поколения, мы видим, что в сравнении с другими препаратами при радиозатопных исследованиях ярко показывает накопление этого препарата в головном мозге. Отсюда и высокий непосредственный эффект практически у 91% больных с высокими показателями безрецидивной выживаемости. Еще одним важным показателем является более отдаленные сроки появления метастазов в головной мозг. То есть время до прогрессирования заболевания этот показатель также выигрывает. Эффективность ингибиторов тирозинки нас достаточно высокая, но при этом мы помним, что прогрессия наступает через какое-то время, и здесь не все механизмы резистентности достаточно изучены. Мы знаем, что монотерапия антипедиэль препаратов недостаточно эффективна, и наши исследования иногда задумываются в плане того, чтобы, может быть, комбинации будут более эффективны. Почему препараты неэффективны, мы разберемся чуть позже. Вот здесь вот метаанализ иммунотерапии при ИДЖФР положительным рака легкого показывает нам, что результаты, к сожалению, нас разочаровывают, и мы не можем использовать моноиммунотерапию у этих больных. Также и ключевые исследования с подгрупповыми анализами нам показывают такие же данные. А почему это происходит? Здесь представлены ряд исследований, это далеко не все, которые посвящены этой теме. Говорится о том, что возможно развитие резистентности монологических каскадов при ИДЖФР-мутациях, что эти опухоли могут иметь низкую мутационную нагрузку, что нет синергизма действия между препаратами. И я думаю, что направление исследований в этом плане будет, конечно, концентрироваться в плане комбинации препаратов, которые ингибируют мутации и сочетаются иммунотерапией. Однако, несмотря на то, что в ряде случаев мы можем достигнуть высокого ответа, например, до 70-79% проблема токсичности, она достаточно стоит остро. В частности, могут быть и пневмониты, и печёночная токсичность, увеличение температуры и так далее. На последнем конгрессе АСКО были представлены также исследования, которые показывают возможность сочетания ИДЖФР-ингибиторов тирозинкинас с антивИДЖФ-препаратами и химиотерапией. И вот одно из исследований, которое было представлено, демонстрирует нам эффективность такого подхода в первой линии лечения немелкоклеточного рака лёкова с ИДЖФР-мутациями. Были показаны возможности увеличения частоты общего ответа, выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Совершенно интересным является подход, который показал возможность комбинации ИДЖФР-ингибиторов тирозинкинас первого и третьего поколения. Это исследование пока на первой фазе находится, но при этом было показано, что в данной ситуации возможность контроля опухоли достигает практически 100%. Однако также стоит проблема токсичности, которая возникает практически у всех пациентов. Адювантная терапия. Исследование Адаура. Это исследование достаточно известное всем. И вот представлены результаты, когда показано, что у больных первая B, третья стадия возможно достоверно увеличить показатели выживаемости без прогрессирования и снизить риск смерти на 79%. Но нужно помнить, что это исследование проводилось с контролем плацебо. А вот другое исследование, которое также было представлено в этом году, здесь сравнение проводилось с химиотерапией. Дифитениб против химиотерапии также показал эффективность такого подхода по улучшению показателей общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Возможность комбинации с лучевой терапией. На сегодня это обсуждается при наличии олигометастатического процесса. И также показана возможность улучшения общих результатов. Это тоже данные, которые представлены на последнем конгрессе. В заключение хочется отметить, что использование таргетной терапии малыми молекулами привело сегодня к изменению парадигмы лечения больных немелкоклеточным раком легков при наличии драйверных мутаций. Это позволяет нам улучшить показатели безрецидивной выживаемости, в ряде случаев повлиять на показатели общей выживаемости, добиться лучшей переностимости лечения, поскольку мы избегаем токсичности у больных, которым данное лечение не показано. Преодолевать механизмы резистентности, выбрать лечение активное при метастазах в центральную нервную систему. Мы также должны помнить о финансовой токсичности. Это также нам, с учетом биомаркера, правильно подобрать лечение позволяет сэкономить в определенной мере средства. Наконец, именно на примере немелкоклеточного рака легкого мы видим, как персонализированная терапия входит в нашу практику. Ну и, наконец, перспективы. Это комбинации с лучевой терапией, с другими препаратами лекарственной терапии, иммунотерапией, таргетной терапией, ну и новые опции лечения в адевантной терапии пациентов, имеющих это заболевание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.